Приветствую на канале Умный Дом Xiaomi. Я продолжил расширять свой арсенал датчиков для отслеживания параметров воздуха в различных помещениях квартиры. И для размещения на балконе выбрал датчик температуры и влажности QueenPink с дисплеем и Bluetooth для передачи и контроля информации в Mi Home. Это самая доступная лайт-версия датчика с дисплеем и поддержкой автоматизации в сценариях умного дома. Он продается на Алиэкспресс за 10 долларов, ссылки в описании к видео. В компактной упаковке находится датчик, два крепления для горизонтальной и вертикальной поверхностей, батарейка и руководство пользователя на китайском и английском языках. При покупке датчика из Китая обратите внимание на описание, так как многие продавцы отправляют устройство без комплектной батарейки. Диаметр датчика QueenPink 6,5 см, а толщина корпуса 1 см 37 мм. Дисплей диаметром 5 см занимает почти всю лицевую сторону. На нем отображаются значения температуры и влажности с точностью до 1,1 см. Сверху есть индикатор Bluetooth подключения и шкала оставшегося заряда установленного элемента питания. 3-х вольтовая батарейка формата CR2430 вставляется под крышку задней стороны датчика. Здесь же расположена единственная кнопка для переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта. Благодаря низкому энергопотреблению LCD-дисплея и Bluetooth версии 5.0, одного элемента питания хватит для работы в течение 8 месяцев. Датчик имеет встроенный в корпус магнит и его можно разместить на металлической поверхности. Для обычной стены можно использовать комплектную пластину с липкой лентой. А для установки на столе или другой горизонтальной поверхности используем пластину с изогнутой ножкой. Для точного определения температуры и влажности монитор QuingPink использует датчик швейцарской компании Sensirion. Он очень точный и чувствителен к малейшим колебаниям параметров воздуха. Например, если включить увлажнитель воздуха в непосредственной близости от датчика, значения на экране начнут меняться моментально. При этом он работает в диапазоне от минус 9,9 до 50 градусов Цельсия. И от нуля до 99,9% относительной влажности. Я сравнил его показания с популярным датчиком Xiaomi на электронных чернилах. Значения температуры точно совпадали или отличались не более чем на одну десятую. Однако при сравнении бок о бок становится очевидно преимущество E-Ink экрана. Он легко читается под любым углом в отличие от монохромного LCD. Помимо вербального контроля температуры и влажности на дисплее датчика, вы можете отслеживать эти параметры через приложение Xiaomi Mi Home, в том числе удаленно. Для подключения находим датчик в списке доступных устройств, после чего зажимаем кнопку сзади на 2 секунды и ждем, пока произойдет необходимый обмен данными с приложением. После этого можно выбрать для датчика комнату в доме и имя. На главном экране плагина отображаются текущие показатели. Если температура и влажность выходят за границы комфортной нормы, приложение будет рекомендовать, например, включить отопление. Здесь же хранятся данные за последние 30 дней, которые можно просматривать за день, неделю или месяц. В настройках датчика помимо смены расположения и имени устройства можно поделиться им с другими членами семьи. Здесь же в разделе автоматизация создаются сценарии, в которых датчик работает как условия при достижении определенных значений температуры или влажности. То есть можно создать сценарий, при котором автоматически включится кондиционер или увлажнитель. Или вы получите пуш-уведомления на свой смартфон. Однако автоматизация и удаленный доступ к датчику работают только если он подключен к Bluetooth-шлюзу. Это может быть как отдельный хаб, так и другие устройства. Например, у меня в качестве шлюзов работают увлажнитель и монитор качества воздуха. Давайте подведем итог по датчику температуры и влажности Queen Pink Light. Он самый доступный по цене и самый компактный монитор с дисплеем. У него высокая точность и скорость обновления данных. При подключении к Bluetooth-шлюзу вы получаете удаленный контроль данных и возможность создать автоматизированный сценарий для умного дома, а также получать уведомления. Однако LCD-дисплей несколько проигрывает экрану на электронных чернилах в плане удобства считывания значений при плохом освещении или под острым углом. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете об этом датчике температуры и влажности. Там же оставляйте свои вопросы, я обязательно на них отвечу. Если обзор был вам полезен и интересен, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр!